Первый бомб! Один снаряд огонь! Это артиллеристы наносят удары по бронетехнике украинской армии под Киевом. Разведывательный беспилотник обнаружил танки ВСУ в непосредственной близости от позиций российских подразделений. Высокоточный ударный комплекс полет снаряда корректируется по лазерному лучу. Каждый выстрел поражения цели. Российская группировка под Киевом сейчас ведет огневое поражение укрепленных районов противника в непосредственной близости от украинской столицы. Уничтожается артиллерия ВСУ, склады горючего и боеприпасов, техника и на линии боевого соприкосновения и в тылу. При этом российские бойцы вынуждены действовать предельно осторожно. Ирегулярные войска и националистические формирования киевского режима используют жилые кварталы для размещения артиллерии, организации опорных пунктов. Вот здесь наглядно понятно, кто и как воюет. Подразделения армии России заходили в этот населенный пункт с той стороны. Вооруженные силы Украины пытались поразить колонны российской армии, используя реактивные системы залпового огня. Дивизионы находятся в той стороне. Но били украинские военные по жилым многоквартирным донам. Вот последствия попадания реактивных снарядов системы смерчи и ураган. Российская группировка силы Киева также обеспечивает безопасность передвижения беженцев. Прорваться через линию фронта удается немногим. ВСУ и нацбаты режим тишины в районе гуманитарных коридоров не соблюдают. Скажите, откуда следуете? Из деревни Андреевка. Из Андреевки. Далеко это отсюда? 10 километров. Как добрались? Благополучно. Ваши нас провели, все хорошо. Там дальше тоже безопасная дорога, не волнуйтесь. Деточки, вы нас пропустите, чтобы пока завидно. Дети поумирают, я буду темно. А что дети? У вас дети? Да. Маленькие. Третий класс, четвертый класс. Нет, вы дойдете до темноты, до темноты успеете, не волнуйтесь. Скажите, там дорога не простреливается. Она не простреливается. Мы на Полеське проскочим. Да, даете, даете. Там все мосты целы, все нормально. И дорога есть там, да? И дорога есть, все хорошо. Не волнуйтесь, там блокпосты стоят. Киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов, которые находятся под контролем российских военных. Жители украинских поселков у столицы укрываются в подвалах от обстрелов вооруженных сил Украины. И стреляют, страшно. Потому и в подвале сидим. Тут безопасно. Общались с российскими военными? Что говорят вообще? Как отношения складываются? Хорошие отношения. Помогают, чем может. А чем помогают? Ну, суппаки, продукты, какие, ну, надо. Люди входят на документы просто. Потому что сейчас тут уже в подвале дети болеют. Достать, допустим, какие-то щеные сопли есть достать. А если какие-то более серьезные, то их тоже будет старше. Здесь же наша группа собирает информацию для российских гуманитарных организаций, русской гуманитарной миссии и фонда имени Елизаветы Глинки. Уже в ближайшее время мы доставим сюда действительно необходимую помощь. Жизненно важные медикаменты, детское питание, теплую одежду. А если вы составите список до завтра, до утра, то мы попробуем сделать так, чтобы вам помогли. Хорошо? Подразделения спецназа, помимо своих обычных задач, ведут поиск и спасение жителей фронтовых населенных пунктов, которым необходима медицинская помощь и эвакуация. Отдают людям лекарства и собственных запасов. Он тебе все расписал. Сколько раз в день, поскольку нужно пить. Когда закончится, придешь, еще дадим. Конечно, придешь, смотри, придешь до ГПП, скажешь, позовите мастера или молнию. Нас сразу позовут. Понял? Если нужно будет что-то еще, питание, еще какие-то проблемы, сразу подходи, будем помогать, все решаем. При этом главная задача подразделений спецназа – это поиск и уничтожение диверсионных групп противника, мобильных артиллерийских расчетов, агентов украинских спецслужб. Это трасса Киев-Житомир, отсюда по прямой до украинской столицы, около 15 километров. Вот именно в этом районе и продолжаются ожесточенные бои. Сюда же бьет украинская артиллерия, пытается поразить подразделения российской армии, Росгвардии, которые находятся в этом районе. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Дмитрий Масленников. Вести из Киевской области.